СПОРТ И ВСЕ ОСТОЛНОЕ СПОРТ БЛИЖЕ Ну и комплект Александров был бы неполным, если бы прямо сейчас мы не представили вам чемпиона России по футболу, игрока, полузащитника локомотива Александра Коломейцева. Он здесь. Привет! Здравствуйте. Ну что, как отметили? Да хорошо, весело, позитивно. Так, давай... Слишком свеж наш гость после чемпионства, мне кажется. Что конкретно делали? Вот ты что делал? Я видел раздевалку, шампанское, скупка. Это было? Было. На стадионе вообще долго провели, до 10 часов, до 9. Пока домой доехали 10, переоделись с женой и в ресторан. В ресторан. С всей командой. Было много народу, друзья, родственники у кого-то. В общем... Повеселились на славу. Народу было больше, чем в первый ужин в ресторане командой в начале сезона, скажем так. Когда в начале сезона был ужин. Ну, вдруг был ужин, собрались как-то командой. Да, собрались. Намного больше, чем бывает. Вот, вот. Ну все хотят. Себя немножечко к победе прикоснуться. Ну и как? Как? Сейчас вот на утро после этого празднования какого-то опустошения нет? Ведь еще тур играть. Да, нет. Нет опустошения. Нам уже тур это не важен, поэтому для нас, наоборот, выйдем без каких-то давлений. Спокойно выйдем просто сыграть одну игру. Насколько сильное вообще это давление было, когда не получалось? Оставались ли три очка и ничья, поражение. Оставалось два матча и тут «Зенит» не последняя команда в чемпионате. Насколько давило все это? Ну, давило очень сильно. Ну, как вы знаете, наверное, с такими командами у нас лучшие игры получаются. Прямо дома не смогли Амката выиграть, Уфу, Ахмат. А среди команды как «Зенит», «ЦСКА», «Спартак» как-то. Команды более играющие. С ними у нас есть больше шансов, чтобы забить. Игорь Денисов сказал после игры, что эту победу мы посвящаем болельщикам и Александру Коломейцеву, которого не было с нами на этом матче. Что случилось? Что имел в виду он? Да ничего, серьезно. Небольшая травма пропустил предыгровую тренировку и не был готов к игре. Но на стадионе присутствовал, то есть потом был с командой, то есть все нормально. Это главное. Сегодня он с нами, Александр Коломейцев, полузащитник локомотива, чемпион России. Ваши вопросы можете присылать нам. Да, абсолютно точно. Можете к нашей беседе присоединиться. Александра Коломейцева поздравить лично. Телефон прямого эфира плюс семь четыре девять девять шестьдесят шестьдесят девять три и два. Также у нас работают все наши мессенджеры. Плюс семь девять два пять два 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 девять три и два. Присылайте свои сообщения. Обязательно все зачитаем, все вопросы. Я, например, имею тоже выгоду с победой локомотива, потому что несколько месяцев назад... Зарядила пятихан. Нет, я не меркантильная такая девчонка. Я просто поспорила с болельщиком на секундочку. На крупную сумму денег. Я не меркантильная, я просто поспорила на крупную сумму денег. И выиграла. Спасибо, Александр. Пожалуйста. Вещь сбывается. Ты в команде с пятнадцатого года? Да. Чем вот этот локомотив, вот этот набор игроков, эта команда отличается от предыдущих, скажем, его... Да, команда не сильно изменилась по составу даже. То есть в основном такой костяк остался. Ну, шли пару человек, пару человек пришли. Ну, как-то, думаю, со временем просто наградить связи. Чуть пристроилась модель игры. И, возможно, как-то это дало свои плоды. То есть эволюционировала команда. Была не революция, когда что-то изменили и все заработало, а тихонечко... Да, то есть та команда была достаточно хорошая у нас. Мы в предыдущий год... То есть, ну, когда первый год пришел, 2015, тоже неплохо шли. В конце только там упустили. Вот. Поэтому в том году были перемены, и руководство сменилось, тренер. И вот эти перемены потихоньку наладилось с этим. И, я думаю, этот год такой получился результативный по этому. Александр Коломейцев, чемпион России, полузащитник локомотива сегодня в программе «Спорта» и все остальное. И вы спешите его поздравить по нашему телефону 60-60-93-2. И Юрий Розанов из Копенгагена готов это сделать. Привет, Юрий. Приветствую. С удовольствием поздравляю не только Александра, а весь локомотив. Вот. Давно не были, как говорится, стремились. Я уж не знаю, там каждый год они были рядом или нет. Но в этом году выиграли абсолютно заслуженно. Лидируя большую часть дистанции, низколеса, что называется, так сказать, да, дотянули до самого финиша. Поэтому и игроков, и Юрий Павлович, разумеется, первым делом, и болельщиков всех с победой. Юрий Розанов не просто так в Копенгагене, не в отпуске. Он там работает. Чемпионат мира по хоккею продолжается. Наши выиграли уже два матча со счетом 7-0. Сегодня 7 мая. Будет ли 7-0 с Белоруссией? Ой, я не знаю абсолютно, что сегодня будет с Белоруссией. Может быть и 7-0, может быть и 8-0, может быть и 3-2. Вот. Белорусы явно недовольны тем, как они начали турнир. И тому есть объяснение. Они очень горячо, очень лихо, очень старательно сыграли против шведов. Но это не помогло. Просто силы были неравны. А французы тем временем против наших отдохнули. Поэтому во втором туре как-то они были более целеустремленные. И теперь два поражения у команды Белоруссии. Каждый матч меняют они вратарей. Не то, что там вот сегодня один, а завтра второй. А две игры подряд по ходу матча меняется вратарь. То есть видно, что недоволен Льюиса действием вратарской линии, отсутствием баланса в игре. А у нас хорошо идет атакующая игра. Но это ж... Вот Саша есть сидит, он же прекрасно знает, что баланс-то он всегда работает. А если у тебя атакующая игра ярко выраженная, то она сегодня так, а завтра и так. Это дело настроения на самом деле. Сегодня они заходят, каждая вторая, а завтра не зайдут. Я убежден, что выиграем мы сегодня. Вот это да. А вот насчет 7-0, не 7-0, это уже, как говорится, к медиумам надо. Или к ясновидящим. Не ко мне. Играем хорошо. Мне нравится, мы играем пока. Но справедливости ради, команда и Франции, и Австрии послабее, чем я ожидал. Я все-таки думал, что это крепкие сборные, которые где-то вот на 1-3, 1-4 будут упираться со всеми. Пока это не так. Пока они на порядок слабее, чем наши там аришведы. И потому внешне мы побеждаем очень легко. Слава Богу, что пока без травм. Потому что как бы нам усиливаться особенно неким там в свете последних событий национальной хоккейной лиги, да. Прям вот так вот срочно. А к тем же чехам, сколько знаю, тут уже ждут. Чешские комментаторы говорят, что чуть ли не ночью там, и в случае поражения готовы были вылететь по стране, как речи. Поэтому 10-го числа с чехами это будет уже матч совсем с другой командой, а не с той, которая вчера проиграла шведом. Я Юрия Розного тоже приветствую. Привет Копенгагену. Мне хочется вот что спросить. Не должна ли как-то, возможно, сыграть злую шутку? Вот такой разгромный счет в первых двух встречах, когда мы встретимся с действительно серьезным соперником. Эйфории нет в сборной? Что там? Какой эйфории? Ну, во-первых, мы как бы со сборной общаемся достаточно сдержанно, да, и не выходит народ, чтобы потом рассказывать, ребята, у нас такая эйфория. Давайте сейчас мы зажжем. Ну, конечно же нет. Вот. Я думаю, что мы играем пока еще так, как получается. Ловим кайф, и ладно. Ловится он, и хорошо. Но каждый раз себя оценивать, что мы всех порвем на куски. Мне кажется, это лозунги. Это вообще в спорте практически не бывает никогда. Это мы, журналисты, придумали. Если после 7-0-0-1, это мы себя в эту эйфорию загнали. Это мы себе объяснили, что так теперь будет всегда. А потом наши августейшие желания, они не сбываются. Мне кажется, это больше наша проблема. А люди, которые тренируются там по много часов в день, которые атлетичны, и каждую секунду против любого француза, в принципе, или там австрийца, все равно играют в игру, где любой контакт может с травмой привести. Они, конечно, собраны все время. Я чувствую подвох в вашем вопросе. Будут ли по ходу турнира какие-то у нас неровности, шероховатости? Да, будут. Вот в этом я уверен. Но это не расслабленностью или желанием закидать шапками белый свет, надо будет объяснять, а тем, что у нас команда, большая часть которой, очень много души отдала на Олимпийском турнире. Половина журналистов над этим сценарием смеется, но как бы это их проблема на самом деле. Они и там хихикали им, и соперник не тот, и выиграем плохо, и проиграем плохо. Это так пусть они и живут на самом деле. Под таким прессом находились и тренерские штабы, и лидеры сборной, и тот же ДОЦУ, в конце концов. Он же этого не отрицает. Поэтому где-то, может быть, не то, что устанут, а определенные неровности быть могут на самом деле. Но это не так страшно. Из группы-то мы все равно выйдем. Как жизнь показывает, выбирать себе соперника это дело неблагодарное, да, по одной четвертой. Хотя и в той группе тоже, конечно, смотрятся канадцы, американцы и финны намного сильнее всех. И в идеале очень бы неплохо попасть на соперника четвертого. На четвертое место. Для этого надо группу выигрывать. Для этого надо группу выигрывать. Но это мы любим. Мы одна страна на свете. Вот я вас уверяю, я много проехал чемпионатов мира и молодежных, и взрослых. Ни швед, ни один в журналистском корпусе. Ни канадец, ни американец, ни чех. Чехи может быть, но вот эти все ребята остальные никогда не будут на второй тур садиться и высчитывать, а с кем бы нам так устроиться, чтобы в теплое ване доехать до финала, да еще бы лучше его сразу и выиграть. Ничего подобного. От матча к матчу они все готовятся. Вот. Вчерашний поединок между чехами и шведами, ну, счет-то дал идеальный, я думаю. То есть даже если с чехами что-то будет не так, то там одна шайба переверстся и побеждаешь шведов там в две, например, и выходи на свое первое место в последний день турнира. Юрий, Юрий, да. Правда говоря, шведами нравятся пока, они ничуть не меньше наших, они не хуже играют. Вот у меня такое ощущение. Поэтому говорить, что мы прямо тут настолько лучше всех, я бы тоже не стал. Есть свои роды шероховатости, есть свои проблемы. Ну, вот я еще раз говорю, сегодня, мне кажется, мы победим на белорусскую команду. И за этим мы будем следить на Спорт.ФМ в 17.00 вместе с Владимиром Дегтяревым и Артемом Дроздовым. Юрий, ну и одним словом, одним словом, как охарактеризуете жизнь в Дании? И живет ли город чемпионатом мира? Одним словом. Нет, не живет. Они вообще о нем не знают. Причем мало того, что не знают служащие отелей в Хопенгагене. У нас в Фуллибукты все хорошо. А почему? Да какая разница? У нас, говорят, мы не интересуемся этим вопросом. Вот. Никаких шаттлов после игры. Там, знаете, шведы играют в последнем запуску, например. Их там тысяч пять, они вываливаются в город. Нет ни такти, ни автобусов, ничего. Вернее, автобусы ходят в Говорцу. Но они как-то вот часов в семь-восемь тут все начинает угасать. Закрываются ресторанчики, да, ближе к вечеру. То есть люди предоставлены сами себе в этом отношении. Опять тысяч шведов по шпалам, опять по шпалам идут домой. Наверное. Я могу сказать, что если как жизнь здесь, здесь солнечно, но все-таки холодное море, и поэтому ветер северный. Большинство журналистов процентов 80 так или иначе простужены. Но к этому надо быть готовым. Я по себе собрался. Так что у меня первый спич про отпуск, он меня не заставил улыбнуться на самом деле. А еще он меня заставил улыбнуться, потому что дорого безумно. То есть 10-минутный путь от аэропорта до отеля на такси, ну это примерно 40 евро. То есть это больше дороже, чем даже в Ницце на самом деле. Тут дорого безумно, абсолютно безумно. То есть каждому человеку, который сюда едет, надо понимать, никаких командировочных здесь не хватит. Надо, если ты приехал в Копенгаген, быть готовым к тому, что ты будешь тратить свои деньги. Я готов к этому. Я очень люблю хоккей. Я счастлив, что я на этом чемпионате. И потому, так сказать, готов к местной дороговизне. Не будем больше тратить деньги на телефоне у Юрия Розного, который сейчас в Копенгагене. И на чемпионате мира по хоккею рассказал нам, как все происходит. Спасибо, Юрий. Юрий Рознов. Горячие спортивные баталии на Спорт.ФМ. Мы делаем спорт ближе. А у нас сегодня в гостях спорт и все остальное. Чемпион России по футболу Александр Коломейцев, который в свое время тоже проделал путь туда, где говорят, что безумно дорого. Из Перми в Москву. Насколько вообще стало заметно, что все сильно дороже в Москве? Или не было такого ощущения? Я в Москве был еще до Перми. Поэтому знал уже, что здесь дороже. Ну, не сказать, что прям намного, что это тяжело. Футболист сидит. И я сейчас думаю, что когда Юрий Рознов сказал, дорогущее такси, 40 евро, и только Александр. Единственное, по-моему, какой дешевый город. Да? Заработы футболиста. Это долго, да. Расскажите, я свой пример вот привела, что вы, у меня удалось выиграть за счет Локомотива. Как вы относите к спорам и насколько часто присутствуют они в вашей жизни? Любите поспорить? Нет, честно говоря, не помню даже, как с ним распорил. Очень редко. Кажется. Вы только что не азартны? Нет. Когда общались с Юрием Розновым, он сказал, что в команде не бывает эйфории, они атлеты, они даже испобедили крупно. Ну, не так ведь. Ну, обрадовались на куражах. Теперь-то уж всех будем побеждать. Разве нет такого? Нет, я думаю, что понимают, что это групповой этап, не те команды, с которых можно ловить эйфорию после 7-0. Нет, я имею в виду Локомотив. Локомотив. И вот вы кого-нибудь прибили на следующий день уже, как-то приостанились на тренировочке. Быстро проходит. Только, может, после игры. Хорошее настроение, понимаешь, что в следующий день приходишь, заодно на работу, на тренировку, и все забывается. Все по-новому. Тренер важен, да, в этой работе? Это его задача, чтобы эйфории не было? Да, каждый раз напоминает, что нужно все заново. Игра прошла, все, забыли, и уже следующая игра впереди. Мы все, я думаю, вся редакция очень рада за Юрия Палыча, за эту победу. И когда он давал интервью, я смотрел, он такой уже, ну, человек в летах, да, он растроганный, с открытым сердцем. А сейчас в топе, в том числе тренера, который именно эмоции, Клоп, Симеоны, вот они прямо кипят. Насколько он кипит вот на тренировках, может прямо кого-нибудь, а, та-та-та-та, вот так вот сделать? На тренировках в последнее время он очень спокоен. В игре видно, что он очень много эмоций тратит время матча. И раздевалки может, конечно, выплеснуть, чтобы как-то завести игроков. Но на тренировках, в тренировке приходит спокойно. То есть на тренировках он, ну, говорят, вообще он стал, то есть более мягким, так сказать. То есть раньше, говорят, что он вообще там игроков, то есть на тренировках и в раздевалке более жестко мог. Кому-то высказать. Дмитрий Ласьков рассказывает. Ну, и, да. Дмитрий Ласьков и другие тоже ребята. Так что сейчас он, да, стал спокойным. Я думаю, что Саша неоднократно видел, как Юрий Павлович интервью давал после матча. Независимо выиграл ли, Локомотив проиграл ли. Он абсолютно сдержан всегда, абсолютно выдержан, спокойный. Но мне тоже было интересно, где все эти эмоции. Внутри бурлят? Или пока никто не видит, будь здоров. Ну, да, я говорю, во время матча мы тоже досидим, смотрим, думаю, вроде, человеку 70 лет. Он так вот себя ведет достаточно, очень эмоционально. И поэтому я думаю, что интервью он уже просто достаточно опытный человек. И он уже знает, где надо эмоции выплеснуть, а где спокойно, держит. Кстати, об интервью Юрий Семин как-то сказал, что побеждаем практически всегда, когда Коломейцев на поле. Он очень хорошо понимает командную игру. Чувствовали себя вот? Или это он вам не говорил, только в интервью не читали? Ну, мне не говорил, интервью это читал, да. Вот. После этого было ощущение? Ну, как бы еще раз. Ребят, не забудьте в состав писать, потому что, сами понимаете, мы побеждаем. Были игры уже, где я играл, и мы проиграли. Поэтому, да. Это исключение, которое подтверждает правила. А вы вообще сами, как спортсмен, суверенный человек? Потому что спортсмены славятся этим. Не знаю, надел бутсы в них, выиграли, все, теперь играют только в них. Сделал, стал там с правой ноги, выиграли, все, теперь такой обряд каждый раз. Нет, больше не суверенный чем. Может, какие-то бывают моменты, но очень малых. Говорят, что Локомотив, после того, как проиграл пару матчей, нужных в белой форме, вот на этот, на чемпионский матч выходил именно поэтому в серой. Это правда? Я не знаю, я увидел, не помню, с кем сидел, тоже увидел, чтобы играть в серой форме, спросил, почему. Ну, видимо, надоело всем попросить победу поменять. Прямо так, да, да, надоело. Всем надоело, что мы никак не можем выиграть, поэтому серая форма. Александр Коломейцев, полузащитник Локомотива, чемпион России сегодня в гостях в программе «Спорт» и все остальное. Ваши вопросы присылайте в WhatsApp, Viber, группа ВКонтакте, смс-портал, мы их прочитаем. Да, плюс семь, девять, два, пять, два, 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 девять, три и два, и уже первые вопросы сыпятся. Марат вас, во-первых, поздравляет с победой. С кем бы вы хотели сыграть в Лиге чемпионов и есть ли любимый футбольный клуб в Европе? Да, в Лиге чемпионов, я думаю, будет с любым соперником сыграть. Вот как там попался Лиги Роб, Атлетик, Мадрид. То есть, то, что такое особенное какое-то... Поэтому, я думаю, что в Лиге чемпионов таких команд будет, то есть в группе там две точно, наверное, будет каких-то... Топ. Топ, да, и одна тоже будет не слабая. А любимые команды, ну, нету, наверное, как-то на время Барселону более как-то так смотрел. Я знала, что как-то сель-классика, вчерашним связанно прям чувствовала. Не смотрели? Нет, так, в результате, за пострелой обзор. Было горячо. Я, читая вашу карьеру, понимаю, что это такая классическая, практически идеальная карьера футболиста. Начал, потом попал во вторую лигу, в первую. Амкар в Амкаре несколько лет, стал лучшим в Амкаре, перешел в Локомотив, несколько лет стал чемпионом. Что теперь? Несколько лет Еврокубок? Ну, это было бы вообще супер, конечно. Было бы идеальное продолжение карьеры. А сам ощущаешь, что вот все идет так, как должно было? Или на каждом из этапов были какие-то сложности? Какой-то, может быть, поворотный момент был? Ну, сложности всегда были. В любой лиге были сложности. Самый тяжелый переход какой? Откуда-куда? Не помню уже. Ну, может быть, в Амкаре, потому что я пришел сейчас в дубль, а оттуда уже поднялся до основы. Ну, а можете тогда сказать, что этот сезон определенно лучший в вашей карьере? Естественно. Конечно. Чемпионов в стадии. Конечно. Прилетел вопрос в WhatsApp от Макса. Во-первых, играешь ли ты на приставке, на консоли в FIFA? Нет, давно уже не играю. А когда играл, как было управлять самим собой? Какие ощущения? Вот взять команду, где Локомотив, соответственно, Коломейцев, выпустить его в основе и... Естественно. Да, Локомотив не играл с собой. Только когда еще в Перми был, тогда только играл в PlayStation, и тогда играли. Ну, не знаю, ничего. Особенно просто... Больше отдавал передач на себя, пытался сам забезти. Некоторые не сначала. Слушают нас, я вижу, Саша с победой, с чемпионством. Это из WhatsApp. Вы сделали этот год просто фантастическим. А где вы были? Собственно, в золотом матче было небольшое повреждение. На это Александр уже отвечал. Да, предыгрывал день, да. Небольшую травму получил. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться легко к нашему разговору. Плюс 7, 4, 9, 9, 60, 60, 9, 3, 2. А также Viber, WhatsApp работают и ждут ваших вопросов для нашего гостя. Для Александра Коломейцева я напомню, что это чемпион России, футболист Локомотива. 9, 2, 5, 2, 2, 2, 2. 9, 3, 2. Я вижу, у Александра... Это я первая, что увидела, даже раньше, чем самого футболиста Майкла Джордана на футболке. Болеем за баскетбол? Нет. Все. Ушла твоя мечта поговорить о баскетболе, поэтому поговорим о главном событии этого года после чемпионства. Локомотива – это чемпионат мира по футболу, который через 38 дней будет на стране. А Станислав Черчесов, тренируя МКАР, за полгода до чемпионата мира в Бразилии еще, сказал в интервью, что советую Капелло присмотреться к Коломейцеву. Мечтаете сейчас попасть в сборную к Черчесову именно на чемпионат мира в России? Ну, мечтаю, конечно, все мечтают, я думаю, попасть в сборную, тем более чемпионат мира еще и домашний. Ну, просто понимаю, насколько все реально, и думаю, что вряд ли вызовут. То есть, если до этого не вызывали, тем более по стандартам пропускают, то мало шансов. А вообще, как бы, есть ощущение такое, ну, я чемпион России, в России я играю в футбол лучше всех, почему у меня не должно быть в этой сборной? У нас в команде много чемпионов, получается, в России, то есть, всех никак не вызовешь, естественно. И много нету, небольшое количество из них в сборной. А ведь можно побольше, наверное, всех позвать, посмотри. Ну, позвать, смотреть, наверное, до этого, то есть, ну, это командный вид спорта, поэтому тут не можешь позвать всю команду одну, которая выиграла чемпионат. Может быть, Черчесов попробует у себя прием Семина, то, что Коломейцев есть в составе, значит, мы побеждаем. Так, если нас слышат те, кто надо, возможно, воспользуетесь приемом Юрия Павловича, все-таки чемпионы. Он нас сейчас слышит, с ним уже связываются. И уже звонят, да, Александру? Это спорт и все остальное. Александр Коломейцев, полузащитник локомотива, сегодня у нас в гостях. Ваши вопросы присылайте, мы сейчас уйдем на небольшую паузу, потом вернемся, их обязательно прочитаем. WhatsApp, Viber, группа ВКонтакте, СМС-портал. Да, звоните, друзья, плюс семь, четыре, девять, девять, шестьдесят, шестьдесят, девять, три, два. Телефоны прямого эфира, ну и Viber, WhatsApp у нас работают постоянно. Плюс семь, девять, два, пять, два, 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 девять, три, два. Спорт и все остальное в студии Александр Сафронов, Александр Лыскова и Александр Коломейцев. Загадывайте желания, хотя желания болельщиков локомотива уже сбылось. Спорт и все остальное на Спорт.ФМ Александр Сафронов, Александр Лыскова. С 11 до 17 мы следим за всеми спортивными событиями, но на час забыли об этом, потому что в гостях у нас чемпион России по футболу, полузащитник локомотива Александр Коломейцев. Еще раз говорим тебе привет, потому что к нам наверняка присоединяются, но есть уже вопросы, которые прилетели в WhatsApp, Viber. Первый из них. Поздравлял ли вас кого-то вообще, клуб или тебя, кто-то из Спартака? Такой вопрос. Поздравляли из Спартака? Из игроков. Из игроков? Нет. А из кого? Из болельщиков? Да, есть болельщик из Спартака, поздравил. Какой напиток предпочитает Юрий Палыч из алкогольных? Алкогольных? Ну, думаю, вино. Вино. Хорошее? Красное? Да. Сухое. Как я похожа с Юрием Палычем. Ну, вот ты одно лицо, а есть вопросы в Viber? Есть вопросы и в Viber от слушателя, который подписывается как Колька. Он, значит, говорит, и мне кажется, это прям крик души. Ребятушки, болею за Локо всю сознательную жизнь в 90-х. Этот сезон нечто. Спасибо, Саня и вся команда. Только Локо, только победа. Тут без вопросов, тут просто как бы эмоционально. Эмоции, эмоции нет. Поздравлений просто невероятное количество сыплется во все наши социальные сети. Сколько у тебя было пропущенных на телефоне сообщений, звонков после матча? Ну, не читал намного. Сообщений у нас намного было, звонков меньше. Видимо, понимали, что сейчас не дозвониться будет и писали в WhatsApp. А уже все успели прочитать? Да. Какой самый удивительный человек написал, которого, может, тысячу лет не слышал, не видел, а тут оп и... Ну, привет. Ну, с чемпионством. Ну, с чемпионством. Таких не было, срек. Это приятно. Так, есть с кем давно не общались, но, в принципе, ждешь. А вот спросил слушатель, поздравляли ли кто-то из игроков Спартака. Мне интересен вообще вопрос, существует ли дружба между футболистами. И если вот вы, Александр, узнаете, что есть футболист, спортсмен, который вас искренне ненавидит, вы поверите в это? Ну, я думаю, возможно, да, почему нет? Ну, есть такие, наоборот, там, может, на самом деле дружат, и с разных команд ребят дружат, то есть в этом ничего такого нету. То есть забывается только на время игры и дружба, а так после игры уже опять друзья. Ну, есть, я думаю, такие, кто, это неприязнь присутствует у игроков. Поэтому, вполне возможно, может, кому-то не нравлюсь из других игроков. Ничего в этом удивительно. У тебя в карьере было много клубов, ну, как бы несколько, скажем так, по всей России. Случалось ли тебе выходить на поле, и ты точно знал, что игрок твоей команды или команды соперника, ну, заряжен, куплен? Такое, что ты видишь, ну, прям, ну, ну, точно вот, вот, он точно. Да нет, такого, или я не замечал, или просто такого не было. Приятно. Вот так приятно. А вы говорите, мол, там все, все, о, о деньгах, раз уж мы начали разговор. Скажи, а заработал ли Александр Коломейцев за время своей карьеры денег столько, чтобы купить игрока Александра Коломейцева? По данным Transfermarkt, этот игрок, Александр Коломейцев стоит 1,8 миллиона евро. Так, сейчас я взяла за стол, чтобы не упасть. Ну, все время, да, заработал. Понимаешь, мог бы Коломейцев играть в команде у Коломейцев? Ох, ох, ох. У тебя нет вопросов про денег? Нет, я просто в легком нахожусь в эйфории, что ли, после... У тебя просто тренера хорошего нет. Саша говорил уже, что тренер был бы, у тебя бы эйфории не было, ты бы дальше работала и работала. Хорошо, а если мы вспомним ваше детство, например, и когда, ну, предположим, ну, не детство, а сознательный возраст лет 15. И вот вам тогда говорят, Саш, выигрыш чемпионат России в составе не кого-нибудь, а крутого российского клуба. Поверили бы тогда? Тогда да. Ну, я приехал в 14 лет, можно сказать, в 15 в Москву из Сургута, то есть только вот в большой футбол попал. Естественно, я приезжал с такими надеждами, что найти команду, вырасти и выиграть. Стать чемпионом. Да. Вот так. Зачем было ехать тогда? Зачем ехать, если не выигрывать? Нет, подожди, я к тому, что есть спортсмены, которые с трех лет мечтают об Олимпиаде. Вот услышала, что есть такое соревнование, и хоть ты трест, не хочу выиграть его. А некоторые, ну, вроде, идет игра, да, я талантливый там, ну, и идет, и идет. То есть нет такого, что вот сплю и вижу, как надевают на меня золотую медаль. Кстати, надевал ли ты в детстве, раз уж мы о нем сейчас говорим, майки с фамилиями известных футболистов? Были какие-то? Какие-то были, но фамилии сейчас не вспомню. То есть не было такого, что в Ере там, например, мое все? Нет, никогда не было такого одного там, да, который там у меня по качапу висели, там футболки нет. То есть, ну, радость, я там на то время было много звезд. То есть, ну, какие-то, да, вспомнили, подарили мне какую-то футболку, но не помню. Была там фамилия или просто какая-то клубная. Даже клуб не помню? Даже клуб не помню. Так, Александр, а чего испытаете больше удовольствия? Отдать классный голевой пас или самому забить? Что приятнее? Ну, и то, и то приятно. Ну, наверное, смотря в какой ситуации, то есть, какой гол, какой пас, наверное, от этого зависит. То есть, если тебе дадут в пустую роту, ты забьешь гол. Ну, такое, да. Да, либо ты, наоборот, там, что-то сделаешь, там, какой-то эпизод решишь, и отдаст пас другому, то есть он забит пустый. То есть, естественно, это разные моменты. То лучше надо дать такой пас, чем забить гол. Ну, в любом случае, всегда забивать приятно, потому что пишут там твою фамилию, забил. Это не хоккей, здесь не написано еще две фамилии, кроме твоей, после шайбы. А на тренировках самый талантливый футболист, которым ты играл? Вот именно, может быть, не все удавалось потом на поле, но на тренировках. Тяжело сказать так сразу. По таланту, ну, Алексей Миранчук. В тренировках у него, на самом деле, больше получается, чем в играх. То есть, в игре не всегда более напряжение большое, и соперник не всегда дает. Ну, так, по таланту больше, наверное, нет таких. Миранчук, понимаешь? Вот так. А сейчас, по прошедшему матчу, просто был эпизод еще до гола, когда Миранчук на Миранчука, там почти 1-1, и он не смог обработать. Потом его заменили, он сидел очень грустный. Насколько этот эпизод между ними как-то был, может, обсуждаем? Брат брату напихал? Ну, я думаю, что да, они все время обсуждают, потом эти образы решают, могут даже так. Ну, во время тренировки могут более как-то... А повздорить немножко? Ну, тоже повздорить, да, но высказать могут другую. То есть, поэтому я думаю, что они в любом случае это обсуждали или обсудят еще. Ну, круть. Так, друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это спорт и все остальное. Александр Лысков, Александр Сафронов сегодня работают для вас. У нас в студии Александр Коломейцев, российский футболист, полузащитник локомотива, чемпион страны. А, ты немножечко вот этой чемпионской эмоцией зарядилась. И, конечно, мы можем, вы можете, точнее, присоединяться к нашей беседе вайбер ватсап плюс семь, девять, два, пять, два, 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 девять, три и два. Вот у нас немногословный абсолютно слушатель, который просто написал, Колома лучший. А Колома это так... Ну, называй, да, в команде. В команде называй. Возможно, кто-то из команды написал, поэтому немного... А я знаю немногословного человека в команде. Юрий Павлович? Игорь. А, Игорь Денисов. Возможно, он послушал, написал. Наверняка было именно так. Вот такой вопрос прилетел ватсап. Смотрели ли вы сериал вне игры и много ли правды в нем показано? Если смотрели, это Антон, я так понимаю, это сейчас именно про локомотив вышел. Нет, еще не смотрел. А вообще, насколько удается следить за киноновинками, сериальными новинками? Ну... Я так не очень слежу. Бывает, если упадают случаи посмотреть. Нет, ну, рекламу я видел, и то есть жена предложила посмотреть сериал. Я сказала, давай попозже, когда больше серии выйдет, и сразу... Все вместе. Да. Хорошо. Давай попозже, сейчас я чемпионство выиграю, ну и там уже посмотрим. Посмотрим, посмотрим. А с кем должно выйти кино, чтобы вы 100% пошли? Картина. Джонни Де, Брэд Питт, не знаю, Анжелина... А, в вашем случае, Анжелина Джоли. Я не знаю, кто должен сыграть. Нет, нет такого. Нет такого, да, чтобы... Давайте поподробнее узнаем вообще какие-то вещи про Александра Коломейцева. Для этого у нас есть специальная штука, специальная рубрика, и мы ее запускаем. Сейчас запустим. Запускаем! Нет, не сейчас. Все, не запускаем. Не запускаем, Саш, давай. Не запускаем, да, друзья. А все почему? Потому что ждем ваших вопросов на вайберы. Ватсап плюс семь девять два пять два 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 девять три два. Локо чемпион, Локо рулит. Вот такие короткие фразы, короткие сообщения. Юрия Павловича с чемпионством. Какому футболисту отдал бы золотой мяч в этом году? Кроме Заболотного, вот уточняет у нас. Наверное, посмотрим, как финал решится. Но, возможно, Салах сейчас претендует. То есть ты думаешь, он вышел на уровень Месси, Криштиану, которые боролись за это? Чтобы на уровень выйти, надо несколько сезонов так отыграть. Но в этом сезоне он и что в чемпионате, что в лиге чемпионов. То есть это проявляет наилучшим образом. Не страшно тебе защиту сборной России в преддверии чемпионата мира? В чемпионате еще есть время. Научится, да, допустим? Узнает, как играть против Салаха. В смысле, Станислав Саламович расскажет. Естественно, Александр Коломейцев, чемпион России, полузащитник московского локомотива. Сегодня у нас в гостях. Ваши вопросы присылайте. Ватсап, Вайбер, группа ВКонтакте, СМС-портал. Реклама Старт представляет. Первый честный сериал о нашем футболе. Вне игры. Премьера онлайн. Смотри эксклюзивно на старт.ру. 18+. Спорт.ФМ. Будь первым. До чемпионата мира по футболу осталось 37 дней. Спорт.ФМ. Мы делаем спорт ближе. Спорт и все остальное. Спорт и все остальное. Александр Сафронов, Александр Лыскова, Александр Коломейцев. Александр, приятно, приятно. Не перепутаешь. Просто говори, Саша, для того, чтобы что-то спросить. И мы сейчас спрашивать у чемпиона России будем. Да, наша рубрика специально подготовленная для нашего сегодняшнего гостя, для Александра Коломейцева. Это вопросы на его, наверное, ну, во-первых, память, а во-вторых, на возможность нам, болельщикам, любителям спорта, узнать Александра получше. Александр, эта рубрика называется «Последний раз». Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы честно вспоминайте, когда вы что-то делали в последний раз, ну, вот исходя из моего, естественно, вопроса. Итак, когда вы в последний раз первым знакомились? Ну, с женой познакомился в Перми в 2010 году, когда приехал. Восемь лет назад. Муж хороший, да? И первый, и последний раз никогда больше ни с кем не знакомился. Ну, потому что как громом среди ясного неба, вот, ну, что я тебе рассказываю, Саша? Все так, да. Когда последний раз выходили в кино? Вчера. Вчера? Вчера вечером, да. На что? Очень интересный фильм был. Нет, с чем сомнение. Взяли билеты в последнем ряду. Мне понравилось, да. Дышать в омгле, как ты дыши в омгле. Когда последний раз у вас просили автографа или сфотографироваться? После игры. Александр, мы только что расписывались на футболке, забыли. Так, когда последний раз вас останавливали на дороге? Сегодня. Когда ехал к вам. Серьезно? Да. Узнали? Ну, так, не совсем. Вообще-то не знаете кто. Это какие-то болельщики Динамо, вот, останавливали. Спортака. Спортака. Да, оказалось, болельщики Спортака, поэтому, говорит, не узнал. Так, когда вы последний раз были в отпуске? В отпуске, ну, зимой, получается. Угу. Так, когда последний раз были там, где родились? О, давно не был. Лет. Не знаю, ездил с женой, когда еще в Перми играл, то есть 6 лет назад, может быть, был. А родились в Сургуте? В Сургуте родились. Так, ну и последний вопрос. Когда последний раз были на каком-нибудь матче, но не на футбольном? Ну, скажите баскетбольный. Ну, оправдайте футболку. Честно, ни разу не было на баскетболе матче. Ладно, я займусь. Я займусь. Так, на матче, на матче, на матче. А, был на мини-футболе недавно. Yes! Справился с рубрикой. Насколько вообще жива любовь к мини-футболу? Ты же начинал в мини-футболе. И вот ты говоришь, матч, ну, последний, который ходил, кроме футбольного, это миник. Ты следишь, вообще переживаешь с ребятами, с кем-то, может, общаешься? Ну, вот поехал, потому что там тоже парень из Ригута играет в КПР, в команде. Вот поэтому пригласил, съездил, посмотрел. Ну, то есть, на самом деле, нравится мини-футбол смотреть. Был чемпионат Европы, смотрел, мы на сборах были. То есть, играл за сборную России. То есть, ну, в целом, мини-футбол так, если будут показывать футбол, я посмотрел бы с удовольствием. Хотел бы спросить, руки не чесались, но это, наверное, так ноги не чесались, выйти поиграть в мини-футбол, когда был. Было такое желание. Охота высохнуть, поиграть. Вы знаете, в футболе есть очень харизматичные и игроки, и тренеры, которые себе много позволяют. Которым, я так скажу, как мне кажется, это идет. Кто же Златан Абрагимович, как он себя ведет, да, очень привлекает к себе. Абсолютно точно. Как вы считаете, вот есть ли такие игроки-исключения, которым можно поведение такое прощать? Или должны быть все равно? Перефразирую, у Буфона надо было удалять в том матче с Реалом, когда он орал на судью, и его удалили. Хотя это сам Буфон, ему 302 года. Ну да, это понятно, но удалять надо было. То есть, наверное, нельзя делать как-то поблажек, какой игрок. То есть, на футболе, ты как расскажешь, как-то надо давать расскажечку. А когда в команде с таким игроком играешь, который, ну, харизматичный лидер, это чувствуется? Вот есть он на поле или нет? Ну да. Кто самый харизматичный в локомотиве? Я. Локомотивный. Нет, точно не я. Вот на поле с ним и без него разные команды, и есть ощущение такое. Кто это? Ну, у нас, я бы сказал, червога ощущается, то есть его присутствие. У вас есть социальные сети, странички? Я нет, нигде ни разу не был, никогда не регистрировался даже. Как я? Ты представляешь, у меня тоже нет никаких социальных сетей. Ты все ищешь общее, то с Юрием Павловичем, то с Александром. У Юрия Павловича я тоже думаю нет социальных сетей. Конечно, есть. Ты что? Есть. Он жжет, допустим. Инста. Инста. Селфи это называется, то, что ты показываешь, а не инста. Недавно он, недавно у него появился. Вопрос прилетел в WhatsApp. Не обидно ли вам, что матч и награждение не транслировали в прямом эфире на общедоступном телевидении? Даже мне, как болельщику ЦСКА, было обидно за болельщиков локомотива. Да, даже матч не показывали, не матч, не награждение. То есть, естественно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели. И в других городах, возможно, родственники какие-нибудь могли посмотреть бы так. Я думаю, даже не знали, где посмотреть футбол, награждение. Придется брать кубок и ехать с ним. По всем городам. Показывать, что вот он настоящий. Мы правда выиграли, это не обманывают. В кубке Стэнли, когда команда выигрывает, они потом каждый игрок на сутки получают его в свое пользование. Ну, или не на сутки, везет там домой, куда хочет, что хочет с ним делать. Что с кубком чемпионов России? Где он? Не знаю, где он сейчас. Где кубок, ребята? Я думаю, что поставят, на базе его поставят. Там все кубки стоят. В музей сразу? Ну, там не музей, а там есть... Полка для кубков? Да, можно так сказать. Друзья, слушатели Спорт.ФМ, что интересно вам, задавайте свои вопросы на Viber, WhatsApp, плюс семь, девять, два, пять, два, 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 девять, три, два. И продолжаю я читать сообщения, которые, в первую очередь, Александру Коломейцеву посвящены и обращены. Есть одно в твою рубрику «Последний раз». Саш, просьба, почаще расчехляй свою пушку страшную. Много раньше забивал дальними ударами за Амкар, когда последний раз забивал из-за пределов штрафной. Такой вопрос. Ну, за Амкар забивал в последний раз из-за пределов штрафной. А сейчас почему? Так игра построена, что дальние удары не приветствуются? Или просто... Нет, почему нас, наоборот, требуют, чтобы больше бить по ротам? Ну, не знаю, так вот как-то получилось. Вроде бил, но не попадал. На Лигу Чемпионов приберег? Ну, возможно, да. Посмотрим. От Сергея. 14 лет ожидания. Вот она, победа. Спасибо, парни. Юрий Павлович, наше все. Классный подарок он сделал себе на ДРР. На ДРР? На ДРР. На ДРР. Поздравляем всех и нас с долгожданным чемпионством. Вопросы задавать не буду. Вы сделали эти выходные суперскими для всех красно-зеленых болельщиков от мала до велика. Удачи в дальнейших матчах в Лиге Чемпионов. А для тебя какие выходные идеальные? Ну, понятно, что прошедшие. А вот еще не каждую же неделю становишься чемпионом. Вот твой идеальный выходной день. Что будет включать? Идеальный. Ну, я в основном выходные проживаю дома с семьей, с ребенком. Ну, если пару дней даю, то с удовольствием лежим в какой-нибудь загородную природу. Побыть с семьей, если хорошая погода. Послушать шум ветра в кронах деревьев. Ну, можно так сказать, да. Побыть. Александр, а вы пользовались когда-нибудь служебным своим положением? Потому что вот вы же сказали, что сегодня вас на дороге остановили. Вы как сначала начали вроде извините, простите, я... Нарушил, во-первых. Нет, просто проверили документы. Ну, было вот это вообще-то? Вы знаете, кто я? Через стекло давал или вышел гаишник? Документы опустил, стекло. Все. Понимаешь? Ну, вот это было там? Вы знаете, кто перед вами? Нет. Да, просто как обычно документы. Он просто начал спрашивать, что-то запрещенное. Говорит, есть с собой? Что не запрещенное? Говорит, нет, нельзя. Он говорит, почему? Спортсмен. Ну, и так как-то началось, да. Слово-заслово. Футбол, да. Он сразу Глушакова знает. Он начал сказать, что кого-то там останавливал уже из локомотива. То есть так, что-то... Нарушал кто-то? Нарушал, не рушал, просто перестанавливал. Вопрос Коломни от Садреева Руслана. Как отметили чемпионство, какие планы на отпуск? Саня, не забудь сегодня ко мне на день рождения. Не забудете? Не забуду. Не забуду. А подарок уже купил? Нет, еще не купил. А что купишь? Не знаю пока. Я думала, все подарки были сделаны в субботу. Ну, нет, это подарок всем. А вот Садрееву Руслану... А кто это? Ну, друг. Закон, да. Сегодня отмечает рождение. Поэтому сегодня пригласил жену и пойдем вечером. Какой приятный человек. В понедельник отмечает день рождения, чтобы всем было удобно. Чтобы было удобно Александру. Ну, завтра же выходной. Не у всех. Не завтра выходной. Да и послезавтра не у всех, Саша, выходной. Тоже верно. Кто-то будет работать. Спорт.фм в том числе. Как и сейчас, Александр Коломенцев, чемпион России, полузащитник Локомотива, сегодня в гостях. Последние пару минуточек остается. Надо проверить, есть ли у нас что-то не заданное. Да. Здесь вопрос от Владимира. Добрый день, Александра и Александры. Александр, кого из игроков чемпионата вы считаете лучшим защитником? В скобках из русских игроков. Спасибо, Владимир. Ну так, из русских, да? Ну, Трамиром Джики был, хорошо играл, мне нравилось. Ну, посчитаем за ответ. Почему? Посчитаем. Это прекрасный ответ Джики, которого, кстати, включили в расширенную заявку на сдачу допинг-тестов. А значит, есть какие-то шансы, что он восстановится к чемпионату мира. Андрей спрашивает, по возможности коротко, как относитесь к Амкару? Продолжаете ли следить? Испытываете какие-то особенно, видимо, эмоции, выходя против матча против Амкара? Нет, уже, наверное, первые там пару матчей было, и такие эмоции испытывал, что бывшая команда. А сейчас, ну, слежу, естественно, за всей командой, за всем чемпионатом. Ну, за Амкару тоже осталось. А кто-нибудь из близких товарищей остался еще в Амкаре? Или уже состав сменился? Нет, там остались, с кем играл еще. Ну, мы с ним так, можно сказать, не общались. То есть, с кем больше общаюсь, уже там не играть. Александр Коломейцев. Мне дети на 60-летие подарили билеты на локомотив «Зенит». Ждал праздник, и вот мы, чемпионы, еще раз поздравляем всех болельщиков локомотива. Передаем через тебя поздравления всей команде, Юрию Павловичу, всем, кто причастен к этому. А наверняка там еще большая команда людей, которые помогали, и администраторов, и людей, которые делают все для победы. И вот она пришла, а Александр Коломейцев приходил к нам. Спасибо, приятно было пообщаться. Побед еще в Лиге чемпионов по шумите как следует. Абсолютно точно эту победу команда. Спасибо. Все остальное мы скоро продолжим. Оставайтесь, все самое интересное на «Спорт.ФМ». Интрига в чемпионате закрутилась похлеще Загитовой. «Спорт.ФМ». Мы делаем спорт ближе.